Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЕТОН-ТВ. Программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. По сообщению пресс-службы погранвойск Таджикистана, свыше 300 афганских военных пересекли государственную границу с Таджикистаном после того, как, я цитирую, «радикальное движение Талибан захватило погранкомендатуру Хохон». Ранее сообщалось, что бойцы Талибана захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шерхан Бандар в афганской провинции Кундуз. А с нами на связи, как вы, наверное, и догадались, известный российский политолог, эксперт именно по Афганистану, в том числе обозреватель независимой газеты Андрей Сиренко. Андрей, рад вас приветствовать. Добрый день! Александр, добрый день! Добрый день! Андрей, на вашей странице в фейсбуке прочитал вот такой комментарий. Российский МИД снова увидел скопление боевиков ИГИЛ на севере Афганистана. Это ничего, что никто, кроме МИДа, их не видит. Главное верить. Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, можно ли в этом случае из ваших слов сделать вывод, что информация таджикских пограничников не совсем соответствует действительности, или дело не в пограничниках, а в российском МИДе? Ну, на самом деле, здесь просто надо определиться с терминами. Таджикские пограничники говорят о скоплениях талибов, которые атакуют сегодня приграничные районы Афганистана, и, соответственно, в результате боев, с которыми афганские пограничники вынуждены иногда спасаться на территории сопредельного государства. Бои идут именно с талибами, не с боевиками исламского государства. Да, талибаны и ИГИЛ, это обе организации запрещенные в России, но, тем не менее, в рамках джихадистского дискурса в Афганистане, это все-таки конкурирующие бренды. Да, на самом деле, в значительной степени и те, и другие боевики управляются из одного центра, это сеть Хакани, которая, в свою очередь, является подразделением, таким неформальным подразделением пакистанской международной разведки в Афганистане, но, тем не менее, конкуренция брендов талибана, соответственно, с одной стороны, и исламского государства с другой, это все-таки отдельная история, и в данном случае к истории, которую описали таджистские пограничники, она отношения не имеет. Еще раз повторюсь, талибы выдавили на территорию Таджикистана, и это не в первый раз, и, кстати, не только в последние недели, и раньше такое происходило, недалеко, как весной, в апреле, в марте этого года, но тогда эти истории не приобретали такого широкого медийного резонанса, хотя они гораздо более драматичные были, там все-таки без жертв не обошлось. Одно дело перебежать через границу и выжить, другое дело погибнуть под пулями талибов, там уже, когда тебя выгоняли таджистские пограничники со своей территории. Так вот, эта история связана именно с талибаном, а исламское государство пока до сих пор, на самом деле, в каких-либо крупных скоплениях на территории Северного Афганистана в последние, тем более, недели замечено не было. Мне сложно сказать, откуда господин Лавров взял эту информацию, наверное, может быть, какие-то свои источники более ценные и знающие, чем обычные гражданские эксперты, изучающие ситуацию в Афганистане, не специфическими методами, государственными методами, но, на самом деле, мой анализ материалов, которые имеют не только открытый источник афганских СМИ или заявления афганских силовиков, но, например, та же статистика самих игиловцев, действий игиловцев в Афганистане, она пока не дает оснований говорить о том, что ИГИЛ в Северном Афганистане приобретает какие-то масштабные очертания. Да, ИГИЛ действует очень точечно, очень аккуратно и, я бы сказал, почти незаметно в нескольких провинциях, например, что для меня было удивительно, в провинции Парван, последние эпизоды боевой активности игиловцев фиксируются именно в провинции Парван. Это не близко от границы с Таджикистаном, это ближе, скорее, к Кабулу. И, собственно говоря, внутри самого Кабула, в провинции Парван, да, там отдельные эпизоды есть, но они носят абсолютно геничный характер, это стрельба, там, снайперский огонь, это подрывы, может быть, автомобилей или автобусов, такие целевые индивидуальные убийства, но это точно не компания каких-то огромного количества боевиков, которые спят и видят, как бы пересечь границу с Таджикистаном. Андрей, в одной из публикаций, в одном из изданий российских, там, где вы комментировали уход войск НАТО и Соединенных Штатов с крупнейшей базы в Афганистане, в Баграме, вы сказали следующее, процитирую, вообще главный результат выхода американских сил из Афганистана заключается в том, что происходит переформатирование не только местных сил безопасности, которые сейчас постепенно адаптируются к новым вызовам, но и характера афганского конфликта. Из международной операции по борьбе с терроризмом он превращается в отечественную войну народа и армии Исламской Республики Афганистан против пакистанской агрессии. И дали еще одно замечание. Я уверен, что Пакистану не удастся свергнуть действующее правительство Афганистана и посадить в Кабуле подконтрольное Иславабаду и марионеточное правительство. Конец цитаты. Андрей, а что заставляет вас сделать именно такие выводы, какие-то факты, какие-то обстоятельства? Ну, что касается первого пункта, о том, что Пакистан, сегодняшняя ситуация в Афганистане наконец-то раскрылась в всей своей подлинности, в достоверности уже без всяких кавычек антитеррористических. То есть, когда было за брендом борьбы с терроризмом удобно было маскировать подоплевку на самом деле афганского конфликта, афганской войны. Сегодня это становится уже очевидным, что, собственно говоря, для афганцев для самих ангелосики летом не было, но в силу каких-то причин, может, там, политической деликатности или политических соображений официальный Кабул в последние 20 лет эту тему не особенно педалировал, хотя все-таки периодические позиции соответствующие озвучивались. О том, что главная причина успеха Талибана и главная причина того, что это движение уже 20 лет сопротивляется сверхдержаве, Соединенным Штатам и силам НАТО, крупнейшей оборонной коалиции в мире, достаточно успешно это делает. Это, конечно, результат не того, что Талибан нет какой-то совершенно там заговоренный, какой-то невероятно сильный, какой-то невероятно могущественный, а эта причина заключается в том, что это движение, террористическая группа активно опирается на поддержку пакистанских спецслужб, пакистанской армии, действует в территории сопредельного государства. Поэтому силы западной коалиции Соединенные Штаты действовали на территории Афганистана, соответственно, за пределы Афганистана они свои операции не, ну, за исключением ликвидации Бен Ладена, они за пределы границ, за афганской границ не выходили. И, на самом деле, это одна из причин, по которой Талибан жил и выжил, действует до сих пор и ведет себя все более нагло. Это именно потому, что ему оказывается активная поддержка, с одной стороны, пакистанских спецслужб и армия, с другой стороны, поддержку оказывают многочисленные джихадистские медресе. Это тысячи медресе в Афганистане, это огромное количество совершенно радикальных шейхов, которые воспитывают соответствующих учеников, и потом эти ученики сегодня воюют в Афганистане. Кстати, одно из объяснений нынешней активности талибов в Афганистане, которые дают компетентные афганские эксперты, они говорят, что, в принципе, сегодня в медресе летние каникулы, и как раз учащиеся в медресе сегодня проводят это лето в боях на афганском джихаде. Ну, конечно, не все из них вернутся, что называется, с 1 сентября за парты, потому что афганские силы безопасности очень серьезный урон на нас нанесли талибам в ходе летних боев. Но, тем не менее, очевидно, что вот именно вот эта безнаказанная вербовка молодых мусульман, их радикализация, которая происходит на территории Пакистана, она является тоже одним из условий выживания, долговременного успеха, что ли, талибов. Поэтому я думаю, что, наконец, вот в ходе июньских операций, которые мы наблюдали сегодня в Афганистане, в разных частях этой страны, уже открытое прямое участие принимают пакистанские граждане, в том числе военнослужащие Пакистана. Афганским силовикам удалось ликвидировать больше сотни, по другим данным, несколько сотен военнослужащих пакистанской армии, рядовых солдат, а также около десятка офицеров запаса, которые фактически играли роль полевых командиров талибана. Так что я думаю, что сегодня у нас есть все основания говорить с учетом еще и таловой инфраструктуры талибана, а также с учетом того, где проживают лидеры талибов, их семьи, где находятся их бизнесы, где проживают их родные и близкие. Это прекрасные пакистанские города Кишавар, Квета, Мираншах и так далее. Поэтому вот эти люди живут, работают, планируют всякие пакости и действуют, осуществляют эти пакостивность территории Пакистана при поддержке пакистанских спецслужб, при поддержке пакистанского радикального мусульманского духовенства. Поэтому сегодня я думаю, что мы вправе говорить о том, что против Афганистана ведется, осуществляется практически открытая, ну по крайней мере гибридная пакистанская агрессия, вооруженная агрессия, и передовым отрядом этой агрессии выступает талибан, а также ряд других жихадистских организаций, которые контролируют пакистанцы. И, соответственно, сегодня ответная волна, которая сегодня поднимается в Афганистане, это не просто поддержка общественного мнения, общественным мнением Афганистана о афганской сил безопасности, армии, полиции, спецназа афганска, который очень популярен в общественном мнении, особенно молодежи, но и создание проекта антиталибского народного ополчения, то есть практически едва ли не каждой второй провинции Афганистана сегодня сформируются многочисленные отряды ополченцев, гражданских людей, которые берут в руки оружие и готовят воевать против талибана. Например, только в провинции Балх, северная провинция Балх, которая граничит с Узбекистаном, кстати, находится не так далеко от Кундуза, про которую мы сегодня начали говорить, от территории которой убежали в Таджикистан пограничники, там уже сформировано ополчение численностью 5000 человек. В провинции Дайкунди, где проживает очень много хазарийцев, шиитов, там в ополчение уже вступают женщины, берут в руки оружие, пулеметы, автоматы, гранатометы и готовятся защищать свою родину против талибов и против, соответственно, пакистанской агрессии. И, соответственно, это дает мне основание говорить о том, что сегодня мы наблюдаем, по крайней мере, есть признаки того, особенно если афганское правительство пойдет себе очень грамотно в этой ситуации и сможет этот народный порыв, что называется, возглавить и красиво, эффективно оформить, мы можем наблюдать как раз появление феномена Отечественной войны в Афганистане против как раз внешнего захватчика, внешнего врага в лице талибов и их пакистанских операторов. Андрей, еще один вопрос тоже родился из одного вашего комментария, из одной статьи. Вы пишете, самая большая беда в том, что власти стран Центральной Азии готовятся к реальному вторжению отдельных групп боевиков, не подозревая, что их идеи и стиль жизни уже заразили умы людей. Пока военные Таджикистана охраняют свою границу от талибов, они получают видео привета от своих земляков в Афганистане и слушают их обещания скоро вернуться домой. Конец цитаты. Андрей, но далее вы пишете, что вторжения талибов в Центральную Азию не будет. На чем, как принято говорить, зиждется ваша уверенность именно в этом? Когда я говорю о том, что не будет вторжения талибов в Центральную Азию из Афганистана, я имею в виду, в первую очередь, принятие организованного решения руководством Талибана, который в основном является пуштунским и которому совершенно неинтересно или почти неинтересно, что происходит за пределами афганских границ, там севернее Пянджи и Мудари, организованного такого джихада, что ли, там, или переноса джихада на территорию Центральной Азии, конечно, не будет. В этом смысле я и говорю о том, что талибан, который сегодня пытается захватить очень существенные, и местами ему это дается, достаточно заметные территории в Северном Афганистане, он, тем не менее, границы не переходит, даже изгоняя тех же самых таджикских пограничников, там, в Узбекистан или в Таджикистан, он же их не преследует, он же не переходит границу, и пытается их уничтожить или добить на территории сопредельного государства. Аккуратно останавливаются перед речкой и ждут реакции соседних властей и соседних государств. Они сохранят у себя изданного противника афганских силовиков или вернут их тогда на территорию Афганистана, где талибы благополучно добьют, как это было, например, весной этого года, когда талибские пограничники, отнюдь не самым гуманным образом поступив, под угрозой открытия огня заставили своих коллег таджикских и афганских пограничников, перешедших реку, спасаясь от талибов, вернуться на родину, где талибы и добили. И это, кстати, было тоже в провинции Бадахшан, совсем недалеко от провинции Кундуз. Поэтому я исхожу именно из этого положения, что руководство талибана, конечно же, такого решения не примет. Но вы совершенно правы, что есть ли гарантии того, что, скажем так, как бы их назвать, коммерческие талибы или командировочные талибы, приезжие талибы, боевые мигранты, если хотите назовите их, в качестве противовеса трудовым мигрантам. То есть те, кто уезжает не работать, а на джихад. Это выходцы из Северного Кавказа, с Чечни, например, с Дагестана, с российских и других регионов. Их, кстати, достаточно немало фиксируется в Афганистане сегодня. Тем более выходцы из Таджикистана, Узбекистана, соседнего Казахстана и так далее. И те ребята, которые не являются гражданами Афганистана и не являются гражданами Пакистана, они, собственно говоря, сегодня интересуют талибов только как источник дешевой джихадистской силы, которой не особо ценно, которую можно послать в самые горячие места. И, в общем-то, по большому счету, неважно, как быстро они попадут в рай, чем быстрее, тем лучше. Не особо их берегут. Но, тем не менее, да, действительно, эта категория граждан сегодня несет большие потери джихадистов. В соседних боях, например, в Бадахшане, в соседних боях с провинцией Кундуз, буквально вчера, позавчера, было ликвидировано несколько чеченцев, которые воевали в рядах Талибана. Это граждане России. Они явно не собирались, наверное, надолго оставаться в Афганистане, если бы судьба сложилась как-то по-другому. Но, тем не менее, это факт. И вот эта публика, которая сегодня может быть недобитой, может быть неутилизированной до конца в ходе боев с джихадистами на северном Афганистане, она теоретически, конечно, может представлять определенную угрозу для республик Центральной Азии. И в том числе, кстати, для России, и в том числе так же. Потому что, ну, кто и знает, что там делать будет, как себя будет вести эта галтелая группа молодых активных людей, почувствующих запах крови и считающих себя победителями, уничтожив сверхдержаву. Вы знаете, на самом деле, что один из последних мемов, мемов, которые запустили талибы буквально неделю назад, они себя называют, Талибан называют, пропагандисты Талибан, называют новой мировой сверхдержавой. Не больше, не меньше. Да, а почему, спросите вы? А очень просто, потому что была до сих пор мировая сверхдержава Америка, а теперь они Америку победили. И теперь сверхдержава – это Талибан. Вот такая нехитрая логика, на самом деле. Но она очень нравится молодым мусульманам. Вот я считаю, что, особенно в том числе в Центральной Азии, по крайней мере, некоторым из них. И вот когда я говорю о том, что таджистским, узбекским, киргизским силовикам нужно не только смотреть в сторону Афганистана, но и смотреть, что у них под носом, что у них происходит на родине, потому что под воздействием самых неблагоприятных факторов внутри страны идет радикализация молодых мусульман, в том числе и под воздействием вот этой талибской пропаганды. Вот, кстати говоря, одни мои знакомые, которые внимательно анализируют ситуацию, которая происходит в Республике Центральной Азии, обращает внимание на то, что, например, в одной из республик Центральной Азии уже на молодежных форумах идет обсуждение того, что, посмотрите, в Афганистане что делается, талибы там свернули шеи американцам, добивают сейчас свое коррумпирное правительство, давайте у нас так же. То есть это уже, как мы с вами уже, по-моему, на ни одной даже из наших встреч эфиров говорили о том, что будут брать за пример вот этот талибан, их победоносный рекламный месседж, который они посылают сегодня. И его, на самом деле, этот месседж начинают слышать, и его интерпретируют соответствующим образом молодые мусульмане, в том числе в Центральной Азии. Им начинают стараться подражать, быть похожим на талибов, становятся быть модным. Это все не очень хорошо пахнет, мягко говоря. Андрей, спасибо огромное за этот очень интересный рассказ. Спасибо, всего самого доброго. Главное, здоровья и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.